Сегодня упоминание вшей у многих людей вызывает отвращение и брезгливость. Однако в старину, как бы это странно не звучало, вшей очень даже почитали и уважали. В культуре и в мифологии вши предстают в положительном свете. Например, по славянским поверьям, человек, имеющий много вшей, считался счастливым и удачливым. Это отразилось даже в пословицах и в поговорках. Есть вошь, так будет и грош. А в средневековой Европе вшей считали божьими жемчужинами, поэтому не мыться всю жизнь было признаком особой святости. Среди горожан поиск друг у друга вшей был знаком доброй дружбы. Один средневековый итальянский поэт в своих стихах даже воспел вшей на светлых кудрях своей возлюбленной. Такое невежество становилось, к сожалению, причиной многих заболеваний. Например, эпидемия тифа, которая переносится вшами. Она унесла в прежние времена очень много жизней. Поэтому живущим сегодня людям нужно иметь хоть какое-то представление о вшах. Вши – это подотряд насекомых, который разделен на 15 семейств. Существует 543 вида вшей. Вот такая точность. Правда, это только известные виды. В этом видео мы расскажем только о трех семействах. Хотя они не самые многочисленные, но зато самые изученные. Вот это семейство вшей – эхиновтириды. Паразитируют на морских котиках, морских львах и речных выдров. В семействе 13 видов. Это единственные насекомые, которые заражают животных, ведущие водный образ жизни. Как же они выживают в воде? Многие морские животные, такие как котики, имеют прослойку воздуха под водонепроницаемым слоем меха. Этот слой защищает их от холодной воды. Живущие на них вши паразитируют преимущественно сухой, теплой среде этого слоя. Но некоторые виды вшей могут жить даже в холоде и сырости. Жизненный цикл длится от 2 до 4 недель. Это зависит от видов шей и температуры окружающей среды. Следующее семейство – это кровохлебки. Известно около 16 видов. Они паразитируют на различных млекопитающих, в основном на копытных. Есть, например, свиная кровохлебка, которая паразитирует на задних ногах свиней. Ее длина от 3 до 4 миллиметров. А вот овечья вошь или бычачья кровохлебка паразитируют на рогатом скоте, на голове или на шее. Ее длина всего лишь 1,5 миллиметра. Есть еще 2-миллиметровая собачья кровохлебка. Следующее семейство касается непосредственно человека. Вши настоящие. Два вида этого семейства паразитируют на человеке. Головная вошь и плотяная вошь являются подвидами человеческой вши. Интересно, что в природе эти два подвида не смешиваются, но в лабораторных условиях дают плодовитое потомство. Другой вид – это лобковая вошь. Вши являются частыми спутниками стихийных и социальных бедствий. В условиях, когда людям приходится жить скучно и нет возможности соблюдать элементарную гигиену, вши плодятся в огромных количествах. Поэтому самое большая опасность для людей – это антисанитарные условия. Вши переносят многие болезни, например, сыпной или возвратный тиф. Как же можно заразиться вшами? Заражение происходит при тесном контакте, например, при прикосновении волос здорового и зараженного человека. В окружающей среде вши живут недолго – до двух суток. Нового хозяина они могут поджидать на чужой расческе или головном уборе, постельном белье и т.д. Вши активно плодятся, оставляя свои яйца, гниды на предметах одежды и волосах. Поэтому, чтобы обезопасить себя от вшей, соблюдайте элементарные правила гигиены и будьте здоровы!